Дневной разворот Губернатора Кировской области Во вторую очередь это выборы депутатов Кировской городской думы У нас большое количество спикеров, экспертов Специалистов, действующих депутатов Кандидатов в депутаты Сегодня будет на связи в течение Ближайших двух часов Событие на наш взгляд Большое, не сказал бы Что уж прям выдающееся, но все-таки Не каждый год у нас выборы И хотелось бы поподробнее обсудить Не каждый год у нас губернаторские выборы Предыдущие губернаторские выборы У нас были в 2017 году Посмотрел специально Сколько тогда Игорь Васильев набирал процентов Голосов 64 процента У него было Ну а на сей раз с победой мы поздравляем Уже поздравляем, да? Конечно поздравляем Победа-то она уже зафиксирована Хотя итоги предварительные Тем не менее я не думаю, что как-то может все измениться Что Александр Валентинович лишится первого места В общем, с результатом 72 почти процента В губернаторской гонке Одерживает победу Александр Валентинович Соколов Кстати, сегодня с утра появился Небольшой комментарий Уже, ну пока еще до вступления в должность Он все-таки еще временно исполняющий Временно исполняющий, да Ну вот сейчас я попрошу нашего звукорежиссера Запустить буквально минутный комментарий Александра Соколова По поводу прошедших Губернаторских выборов Сегодня с утра этот комментарий прозвучал в эфире федерального телеканала «Россия-24» Давайте послушаем, что сказал Александр Валентинович Выборная кампания прошла достаточно спокойно, корректно Я благодарен всем участникам политического процесса И своим соперникам И другим акторам, которые принимали участие в выборах другого уровня За корректную, честную борьбу И хочу сказать благодарность всем избирателям Кировской области Которые пришли на избирательные участки Мне кажется, вполне приличная явка 35% За то, что люди сделали свой выбор Проголосовали за тех кандидатов, которые посчитали нужным Я думаю, что удалось сделать таким образом Что выборы не породили конфликты А консолидировали общество в Кировской области Для того, чтобы мы вместе дальше делали шаги вперед Развивались в интересах Кировской области И городов, и районов, где проходили выборы Напомню, что 72% набрал Александр Соколов На этих губернаторских выборах И хотел бы еще, Володя, обратить внимание Что выборы прошли вчера Итоги только что объявлены с утра Александр Валентинович уже проводит совещание Своё традиционное понедельничное Я думал, он, честно говоря, возьмёт день отдыха Ну, видимо, надо дальше работать Это хороший знак Откладывать в долгие ящик нельзя Насущных дел у нас меньше не становится Второе место в губернаторской гонке Досталось представителю КПРФ Сергею Павлиновичу Мамаеву Его результат это 13,5% И третий результат Результат у Владимира Панарьева Да, это ЛДПР 6% Ну, и чуть-чуть до него не добрал, конечно, Фёдор Лугинин От партии Родины У него 4,7% практически Ну, а коммунисты России Там полтора процента Как бы это уже Ну, дальше по процедуре Где-то примерно в течение Десяти дней, да, должен быть Вопрос решён об инаугурации Да? Насколько я знаю, дата уже есть Где-то 20 какого-то числа Не помню, 24-го Я не уверен, дата есть Она определена Сейчас главное дождаться Окончательного решения Избирательной комиссии Оно должно быть утверждено Пока в данном случае Это предварительное Всё должно быть проведено Потом пройдёт инаугурация Александр Валентинович Примет присягу И станет уже полноценным губернатором Ну и, соответственно, всё правительство В этот день Грамотно хором подаст В отставку Подаст Другого варианта нету Да, мы сейчас будем Да, мы сейчас будем Уже начинать подключать Наших спикеров Экспертов Специалистов Собственно С их мнением Пониманием Оценкой Происходящей Уже свершившейся Вернее Выборной кампании Что касается Выборов В Кировскую городскую Думу То там расклад Тоже уже известен Понятен Давайте, Николай Озвучим эти цифры Ну, максимальный процент Набрала Единая Россия Что, в общем-то, неудивительно 33% Ой, почти 34% голосов И плюс 64% А, 64% Это вот в Думе будет 64% Я говорю, чтобы на Голосов на выборах 34% голосов на выборах Что позволило Получить 9 мандатов по спискам И плюс 14 мандатов По одномандатным округам Это вот 23 Место 23 мандата за Единая Россия Это вот как раз 64% голосов Про которые ты говорил Вот Следующее Как бы вот по проценту Проголосовавших за Это ЛДПР Проголосовали за эту партию 16,6% Из тех, кто пришел на выборы Что, опять же, дало им Три мандата В Думе По спискам И один мандат победил По одномандатному округу Там у них будет Четыре представителя Пять представителей Будут Самый высокий Самый высокий, так сказать Процент у новых людей По всем регионам, где проходили выборы То есть Киров стал таким Для них прорывным регионом Давайте сейчас пообщаемся С руководителем штаба Общественного наблюдения За выборами При общественной палате Кировской области Это Марина Копырина Марина Николаевна у нас Сейчас на телефонной связи Приветствуем вас Марина Николаевна Добрый день Да, добрый день Добрый день Ну, не знаю Поздравляем, наверное, да С тем, что этот Такой активный Очень напряженный Период в жизни Вашей, нашей Завершился Выборы уже состоялись Свершились Вы непосредственно Ездили на избирательные участки Видели своими глазами Что там происходит Вот мы хотим услышать От вас Как от руководителя Штаба Общественного наблюдения Может быть, что-то зафиксировано Было такое Выпиющее Либо Все спокойно достаточно Ну, вот Александр Валентинович сказал Что выборы прошли корректно Вы с этим согласны? Ну, вопиющего действительно Ничего не случилось Потому что штаб вот отработал С 7 утра До 22 часов 10 числа И в таком же режиме 11 числа Работали и Номовцы Огромное им спасибо Это независимо Мы общественный мониторинг Они постоянно были На связи Принимали все сообщения Которые поступали От жителей Касающиеся не только Нарушений Которые происходят На избирательных участках Но и вплоть до того Что адрес нахождения Участка Там еще какие-то Уточняющие вопросы Всего было получено 1812 сообщений Все они были обработаны На все вопросы Ответы были даны Плюс у нас Зафиксировано было 57 сообщений Которые Ну, носили характер нарушения Все они тоже отработаны Проверены Реально подтвердились Только два нарушения Ну, точнее, три По двум у нас Как бы есть результат Это, в общем-то Нахождение Агитационных плакатов Меньше 50 метров От избирательных участков Были сделаны Замечания Плакаты эти Были убраны Непосредственно В день голосования Да, да, да Непосредственно В день голосования А третье нарушение Мы, в общем-то В процессе спора еще Мы, значит, выявили Что двум избирателям Выданы были Дополнительные бюллетени По дополнительному списку В основном списке Их не было Мы посчитали Что это нарушение Закона Наш общественный наблюдатель Написал заявление На председателя комиссии Председатель комиссии Комиссия, вернее, ответила Что нарушения Они не усматривают Мы Еще раз, значит, обратились В ТИК Вышестоящую Октябрьского района ТИК-2 Они нам также написали Что они не усматривают Нарушения И буквально уже вчера Ну, поскольку ответ Мы получили уже К концу окончания работы Нашего штаба Мы еще написали заявление В областной избирком Спользуя все-таки Разрешить Мы свою точку зрения Отстаиваем Мы считаем Что эти Пусть два человека Я понимаю Что они погоды не делают И на результаты выборов Не влияют Но тем не менее Дело принципа Что мы считаем Что это незаконная Выдача этих двух Валютений Поэтому мы подождем Ответа избиркома Малина Николаевна А вот уточнить Я не очень понял В чем там В чем суть В каком списке Они вдруг оказались И почему они там Не должны были быть Ну, их не было В основном списке Они обратились С просьбой Включить их В дополнительные списки И выдать им Избирательные бюллетени Если конкретнее Вот узнавать По какой причине Они в основных Не оказались в списках Это Максим Андреевич Гамзиков Он непосредственно С этим обращением Работал Вот А если Вот Смысл в том Что в основном Нет В дополнительные Они не должны быть Включены В этом ситуации Всякие возникали Кто-то открепительные Талоны не брал Кто-то временно Зарегистрирован В Кировской области Приходил и требовал Чтобы тоже включили В дополнительные списки Для того Чтобы они могли Проголосовать А это тоже В общем-то Нарушение закона Только те Кто зарегистрирован Постоянно На территории Кировской области Имели право Участвовать в голосовании А как в этом случае Люди должны были поступить Они заранее должны были Поинтересоваться Да Есть ли они там Вообще в списках У нас же везде шла Во-первых Мы проводили учебу Общественных наблюдателей Везде это широко Транслировалось Все изменения В законодательстве Тоже распространялись По большому счету Если человек хотел Принять участие В голосовании Если у него были Какие-то сомнения Конечно можно было У нас работал Телефон горячей линии Штат-то работал С 1 июля Поэтому все вопросы Можно было откорректировать И решить И телефон этот Был в открытом доступе Можно было позвонить Не только нашим Общественным наблюдателям Вообще всем наблюдателям От любого субъекта Выдвижения Так сказать В интересах В чьи партии Пломбированы Пломбированы У общественных наблюдателей Был золотой стандарт Из избирательных участков Проверили Два избирательных участка Реально там Дедушка и бабушка Растерялись Не знали За голову голосовать И третий бюллетень Понесли с собой Никакого массового Выноса не было Она значит Когда полиция остановила Сказала Что вы что ко мне Ребятки цепляетесь Я получила бюллетень Он мой Я с ним пошла И не приставайте ко мне Она с ним так и ушла С этим бюллетенчиком А дедушка оказался Более сговорчивым Когда полиция его остановила Он вернулся Не знал уж как он проголосовал Но он этот бюллетень Опустил в конечном итоге Вурму до голосования Ну Марина Николаевна Бабушка была права Она ведь имела право Взять бюллетень и увезти Конечно То есть она была в своем праве Но это же не массовый вынос О котором нам сообщили Ну вот все вот такие Вся информация Это отрабатывалось Мобильная группа выезжала И проверяла на месте Как она там на самом деле И нам вот во многом Помогали именно Общественные наблюдатели Марина Николаевна Ночь с субботы на воскресенье Она тоже под каким-то Особым контролем Общественных наблюдателей была Ну там работали номовцы Поэтому они у нас работали До восьми утра Просто у меня тут немножко Умерла бухгалтер Мы немножко занимаемся Другими вопросами Я еще с Момовцами не связывалась Поэтому вот если что Максим Андреевич Бамзиков Они до восьми утра Сегодня мониторили Ну судя по тому Что никаких сигналов Не поступило Скорее всего спокойно Ну я думаю Что там скорее всего Все нормально Но на самом деле Как-то корректно На участках так все Дружелюбно И полиция Которая там охраняла И избиратели Которые приходили Особенно нововятские участки Они прям знаете Так по домашнему Там у них и тепло И музыка И какие-то там фигурки Шариков сделаны Зоны для фотографирования Сделаны В общем как-то По домашнему совсем Прям Как старое Доброе время Ну это видимо да Еще с советских времен Такая традиция Когда на выборы Как на праздник И общественных Наблюдателей в этом году Было гораздо больше Чем в прошлом И это очень радует Мы обучили около двух тысяч 1940 из них Участвовали в выборах И на участке было Где-то от 8 до 12 наблюдателей На одном только было Три человека А Марина Николаевич Такой вопрос Вот вы как вот Ну руководитель центра Или штаб Вообще штаб ваш Он наблюдал только вот Сами два дня Вот этих выборных Или бы всю Вот весь агитационный период Нет Мы работали С 1 июля Мы создали у нас В системе штаба Четыре группы Это вот по связи С общественными наблюдателями Мы проводили их учебу Группа юридическая Куда в основном Вошли юристы Плюс в этой группе Мобильная группа Тоже состоящая В основном из юристов Выезжали Которые на участке По сигналам Группа связи со СМИ И мониторинговая группа Это вот по основному Номовцы Которые всю ситуацию Мониторили От начала до конца Тысяча восемьсот Ну почти две тысячи Да если округлять В самом начале сказали Было сообщение По сравнению с предыдущей Выборной кампанией Тут рост Числа вот таких Звоночков Или Вот я вам этого Не могу сказать Потому что я в прошлом году Заболела И выборы-то Проходили без меня Я после операции У меня нет возможности У каждого своя жизнь Я думаю С учетом того Что активность И общественных наблюдателей Единственное Нам как-то надо Избирателей Активировать Не знаю как И чем Надо просто подумать Потому что Смотрю Другие регионы Как-то там все-таки Явка поактивнее Чем у нас Но мне кажется Все-таки Обеспечивать явку Это дело уже Самих участников выборов Никак наверняка Да Это не работа штаба Но вот как-то все-таки Обидно Что мы не такие активные Как другие регионы Спасибо большое За это Члены штаба Все отголосовали Выполнили Гражданский дур И нам Видеофиксацию Все прислали Поэтому штаб Сработал нормально Спасибо большое Марина Николаевна За этот подробный комментарий Марина Копырина Руководитель Штаба Общественного наблюдения За выборами При Общественной палате Кировской области Будем ждать наших следующих Гостей тоже по телефону Будем общаться Ну мы Мы озвучили Да ведь эту цифру Явка по городу Кирова По областному центру Это всего лишь 24% Но опять же Если сравнивать С предыдущими Городскими выборами Явка чуть-чуть повыше стала Тогда была еще ниже 23% Не помню Всего у нас Избирателей 400 с лишним тысяч Соответственно 100 тысяч Из них только лишь Пришли на Избирательные участки 10 и 11 сентября Если не ошибаюсь 10 сентября В субботу Явка была Ну прям вот какой-то Устрашающая Незначительная Я честно говоря Вовсе не уверен Что нужно было Эти выборы на два дня Делить Не знаю зачем это сделали В каких-то регионах Три дня Понимаешь Считалось Я не знаю Исходя из чего Третьи Два дня Один день Кажется Вот в один день Была бы Может быть Явка более активная Потому что многие Субботы думают Да завтра схожу А завтра что случилось Да и ладно Бог с ним Вот я просто Ну тем более Сезон сам понимаешь Люди картошку копают Ну вот я Принадлежу К числу тех людей Которые выходные Да на огороде На земле провели И мы специально Торопились вчера Чтобы успеть Буквально В 7 часов вечера Я вчера бывал А могли бы там буквально Где нибудь встали на трассе И не проголосовал бы Просто вот так бы случилось Да я надеялся Что звезды сойдутся Ну вот мой личный опыт Конечно участия в выборах Я имею ввиду В этих выборах конкретно Вчера когда в 7 часов вечера Я пришел на избирательный участок Ну я был единственным посетителем Так скажем клиентом Уже в процессе Когда я пошел заполнять бюллетени Еще парочка человек подошло И я заглянул конечно Вот в эти журналы Да где можно посмотреть издалека Сколько вообще людей пришло По голосу Когда подписываешь Все ты там нормально Изблизи Не издалека Просто начинал смотреть издалека Ну вот буквально Несколько страниц Передо мной промелькнуло Но я вам скажу Что порядка 10% Только лишь заполнена была страница Ну у меня примерно так же было Но я ходил раньше Я ходил днем Но кстати когда я приходил Даже определенная очередь была такая Вот у Каиба у самого То есть мне пришлось Их два Вот оба заняты Я подошел Ну как бы там быстро Довольно таки все Можно сказать в очереди постоял Давайте сейчас пообщаемся с Михаилом Кремлевым Первым секретарем Кировского горкома КПРФ Кандидатом в депутаты Кировской гордумы Седьмого созыва Михаил приветствуем вас В прямом эфире Здравствуйте Да Михаил Да мы понимаем Сегодня день такой Когда нужно немножко отдохнуть После довольно насыщенных Дней и ночей Нервных к тому же Нервных да Все таки вот ваше видение Того что происходило На избирательных участках Сама выборная кампания Вот сейчас можете Выплеснуть все те эмоции Которые накопились за эти дни Ну естественно конечно Вопросов к выборной кампании Очень много Потому что Ну избиратель проголосовал Традиционно ногами Я знаю что есть некоторые эксперты Которые пытаются это выдать За консолидацию Вокруг власти Но вот у меня мнение Отличное от этого Потому что было очень много Комментария Что да не пойдем Да сила ничего не изменить Да не будем мы за них голосовать Вот этой позиции Было очень много И когда там Практически под 70% Людей остались дома Больше Семьдесят Больше да Да ну больше Больше Но я имею в среднем По области А ну да То конечно да Это вот Это очень яркий показатель Очень яркий показатель Того что Люди Либо не верят В избирательную систему Либо Не хотят в этом всем участвовать Поэтому это вот конечно Одна из главных Один из главных Моментов и мотивов Этой выборной кампании Потому что сказать Что люди про выборы Не знали сложно По моему Организационных материалов Разных партий Было настолько много Что ну Их видели все Рето кто-то этого не заметил Вот Михаил Вот Михаил Не соглашусь Вот я не соглашусь Вот я человек Который более-менее разбирается Вот в этом да Я когда пришел На избирательный участок Я увидел список Предлагаемых мне кандидатов Я честно говоря Знал из них только одного Про других я не знал ничего И их агитационных материалов Я не видел Хотя я живу в центре города Вполне в доступе В любом случае Одного-то ведь вы видели Одного я знаю Я его просто знаю Он был в предыдущем созыве Поэтому я его знаю Остальные люди новые И я о них нигде Ничего не смог узнать Я сам живу в новом районе Куда там газеты не носят Куда обычно не добираются И там честно Я прописанных людей очень мало Но к нам в дом и то И то добрались И то все это было И то все это видели Поэтому сказать Что там про выборы Вообще было неизвестно Но это будет Нет Ну я не говорю Что не было известно Про выборы А во-вторых Все-таки Мое убеждение Что активизация Скажем так Электората Чтобы они шли Все-таки К избирателям Это отчасти На этот раз Пришел А у меня никто не пошел Все остальные Сказали Не пойдем Ну вот я конечно Сходил А вся семья У меня типа Отказалась Вот такие звонки Тоже были Такая информация Тоже была Но это вот С точки зрения Явки Это если вот эту сторону Вопросы Подведем Но у нас Собственно Игра Учитывая Что мандаты Распределяются Исходя из первой тройки На данный момент Это получается Сергей Павлинович И Анастасия Сергеевна Воробьева Воробьевна Вот Ну я так полагаю Скорее всего Сергей Павлинович Останется За к собранию И в городскую думу Не пойдет Дальше Будет передаваться Мандат Следующему в очереди Ну здесь будет А следующий А следующий В очереди кто? Следующий вы в очереди? Следующий Ну на данный момент Более-менее понятно Ну понятно Что решать будет Уже корица партия Это все Вот еще Хотел спросить Михаил Вы сказали Вот посетовали Низкую явку Какие-то вот еще Может быть Ущемления прав Ваших во время Агитационной кампании На что-то Вот обратили вы внимание? Да Есть моменты Главный Один из таких Важных моментов Это учитывая Многодневность голосования Все-таки У нас было два дня И была ночь Когда участки С бюллетенями У нас оставались Был вопрос по видео То есть вот до сих пор Ну то есть нам Все отвечали Что видео получить нельзя Пока Участок не закроется Потому что Камеру останавливать Она должна быть непрерывная Это конечно Большой минус Потому что в том году Огромное количество Жалоб подавались Именно за счет Видеокамер Что у нас Мы отслеживали Мониторили все эти участки И оперативно Все это подавали В этом году Такой возможности Мы были лишены Конечно Очень сильно ударило Отсутствие Семенов комиссии Права совещательного голоса Потому что вот с этими наблюдателями Заболел Не смог Работу Еще что-то уехал И все Их не заменить Это подается за три дня Это тоже вот Большие проблемы В законодательстве Эти чудесные кубы Которые стояли По всему городу И продолжали агитировать В два дня голосования Тут можно там По-разному рассуждать Влияет это Не влияет Но закон Есть закон ТИК признал это незаконным Наши кандидаты Вызывали там наряды Подавали заявления Ну кубы как стояли Так они стояли Буквально до подведения Того голосования Никуда они не убирались Полиция приезжала Там принимала заявление И уезжала И так куб оставался Стоять дальше И по сути дела Нарушать законодательство О выборах Поэтому вот Такие моменты есть Есть вопросы там По участкам Есть информация Допустим Самотнинска По тому что Ночью вскрывался сейф И вроде бы как Подтвердилось Что он вскрывался Непонятно правда зачем Ну вот сейчас Информация тоже проверяется Наши юристы Отрабатывают Все эти моменты Михаил буквально Здесь очень много Зависаний каибов Вот каибы Это прям Зависали по всему городу Бесконечно Их перезагружали По моему Вот была где-то информация Что в некоторых округах Чуть не все подряд Эти каибы перезагружались Что с ними происходило Большой вопрос Михаил буквально 20 секунд Вот вы озвучили Эти претензии А конкретно Материалы жалобы Будут подаваться Или уже поданы От КПРФ Подавалось Мы получили Отписки На чай жалоб Часть сейчас Отрабатывается То есть Хоть там и врач Что их было мало На самом деле Ну вот Даже от меня Было несколько штук В которые вряд ли В это число Почему-то похожие Статистики не вошли При этом Не знаю Как там Закону статистику Пожалуй Часть считает Ну все это подавалось Ну и Описок много Описки приходят Что все хорошо Там все замечательно Михаил спасибо Да Михаил спасибо Да будем следить Конечно Как будут развиваться события Михаил Кремлев Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Ну и с большой долей Вероятности Депутат Ну будем надеяться Кировской городской думы Седьмого созыва Сейчас у нас небольшая Рекламная пауза Через минуту продолжим 12 часов 33 минуты Продолжается программа Дневной разворот С Николай Голиков Владимир Сметанов Мы по-прежнему с вами И продолжаем общаться Со специалистами Экспертами Кандидатами Политиками Которые так или иначе Участвовали В прошедших выборах Были причастны Причастны Да Выборы губернатора Кировской области Выборы депутатов Кировской городской думы Ну и за бортом Мы оставляем Муниципальные выборы Все-таки еще В области у нас Местных депутатов Выбирали Но к сожалению Сейчас мы Не можем так всецело Осветить эту картину Средотачиваемся Пока лишь на главном Общались мы сейчас С Михаилом Кремлевым Первым секретарем Кировского горкома КПРФ Два мандата Коммунисты получают У нас в новом созыве Городского парламента В общем-то Ничего не изменилось Я сейчас посмотрел на сайте Два депутата В шестом созыве Они собственно и есть Это Алексей Вотинцев И Алексей Овечкин То есть по-прежнему Двое остается Ну и напоминаем Что депутатов у нас В Гордуме Тридцать шесть Тридцать шесть Ничего не изменилось Несмотря на то Что Были активные слухи О том Что у нас сожмется По количеству Нет О том что сожмется Слухов не было Это невозможно По закону У муниципальных органов Были слухи о том Что отменят выборы По спискам И будут только Вот такие слухи были В некоторых городах Так и поступили А сжать меньше Тридцати шести В городе с населением В полмиллиона Просто нельзя Давайте сейчас Пообщаемся С одним из самых Опытных депутатов Нашего региона Опытных Политиков Политтехнологов Да Не побоюсь этого слова Дмитрий Русских У нас на связи Депутат законодательного собрания Руководитель фракции Справедливая Россия За правду Дмитрий Михайлович Приветствуем вас Добрый день Владимир Добрый день всем слушателям Конечно Господи технологам загнули У нас же все политехнологи В одном здании находятся Ну да ладно Почему бы себя не похвалить Николай Голиков здесь Да Еще Владимир Сметанин Так что Дмитрий Михайлович Прошедшие Прошедшие выборы Уже Да Как вы оцениваете В сравнении С многими Выборными компаниями Которые были В предыдущие годы Вы Уже не через одни В воду Медные трубы Огонь Прошли Как оцениваете Вы знаете как Мы тут вчера Буквально вот сидел Вспоминал У нас почему-то Вообще всегда Муниципальные выборы В городскую думу Всегда очень сложные Очень такие напряженные Очень такие В каком-то плане Агрессивные Много всяких Неприятных вещей Происходит И почему-то Это больше связано С городскими выборами Видимо к ним Интерес больше И у этого Как бы все Очень Себя ведут Чаще всего Некорректно И некрасиво Вот эти выборы Не стали исключением Мы помним Выборную кампанию 12-го года Самую такую Грязную 17-го Ну и в этом году Она тоже не очень сильно Отличалась Каким-то позитивом К сожалению Конкретные Конкретные претензии Дмитрий Михайлович Да, слушайте Мы ушли От формы Претензий Мы Знаете Мы идем на выборы А не на войну Когда нам говорят Что вы ошиблись И тут война То мы всегда говорим Ну хорошо Значит мы пришли Не туда И будем все-таки Как на соревнованиях Участвовать В выборной кампании Но в данном случае Нет у нас никаких претензий Претензий должны Кировчане Делать Депутатам Которых Которых они выбирают На протяжении Большого периода Времени И мы прошли Большую выборную кампанию И кроме как Депрессии И неверения Во дворах Я больше ничего не увидел То в данном случае Как бы Хочу сказать Что Как бы Во дворах все видно И когда Мы сегодня Видим Что кто-то радуется Победе А у меня вопрос А победа-то она в чем Мы сегодня видели Самую низкую явку За всю историю Там практически Да 23% из них Мы понимаем Что 10% Пришли Это по принуждению А 13% Пришли Сами по себе Но вы представляете Что Вообще Сама по себе Власть должна Уже задуматься Почему на выборы Все перестали ходить А причина Очень простая Люди не доверяют Ни власти Ни депутатам Ни партиям Никому Это депрессивное состояние И фактически Оно привело к тому Что мы сегодня видим Ни с того ничего Любимый город Снова остался С любимой партией В данном случае То что мы видели Во дворах И кто за это Все 20 лет Отвечал А партия Единая Россия Всегда была В большинстве И в Закцсобрании И в городских думах Последние 20 лет То значит Все останется Как есть Значит остаемся С любимой партией Кировчан Потому что большинство Не захотело прийти И как бы Что-то в этой жизни Изменить Это право Кировчан И мы Это право Принимаем Дмитрий Михайлович Во дворах Что вы имеете ввиду Состояние дворов Или я как-то Не допонимаю Нет Про состояние Это отдельная история Ну да Мы проводили встречи Во дворах Выходили Очень немногочисленные Жители этих домов И проблемы Все одна и то же Придомовые территории Отсутствие детских площадок Проблема С капремонтом С управляющими компаниями Новая бич в городе Кирове Это нашествие крыс Что почти в каждых дворах И в каждых подъездах Ну проблем столько накопилось Что ты когда на все это смотришь И думаешь вообще А кто за это вообще должен отвечать Это благодаря кому все произошло Что мы за 20 лет Сегодня увидели Что наш город Совершенно не красивый И нелюбимый Просто если это любимый город То он не должен быть в таком состоянии Значит его кто-то не любил Такой вопрос еще Дмитрий Михайлович Вот вы говорите Там неактивные люди Там пассивные Разуверившиеся Но вот смотрите Год назад были выборы В областное законодательное собрание Ваша партия Очень уверенно выступила На этих выборах Что изменилось за год Подождите За год Изменилось то Что в принципе Во-первых Это были выборы большие Это была государственная дума Это было законодательное собрание И явка была гораздо выше Посмотрите какая явка была На тех выборах И какая явка была На этих выборах В городе Кирове Она почти в два раза меньше Если мы сегодня посмотрим Там на Авиатский район И Радужный Где явка была Почти за 30 Ну там и другой результат У наших кандидатов То в данном случае Явка на самом деле Очень много что определяет И мы все должны Это четко понимать К сожалению Наш избиратель До избирательных урн Не дошел В чем проблема Ну наверное В том числе и в нас Может быть и в том Что люди не верят Уже ни во что Что вполне вероятно Значит И тут я никого не обвиняю Я просто говорю о том Что на сегодняшний день Проблема существует Люди ни во что не верят А отсутствие веры Это большая проблема Для самой власти Как-то грустно Дмитрий Михайлович Становится Ну это не грустно Это правда Судя по вашим выводам Я же цифры Я же цифры вам говорю Если посмотрите Сколько людей проголосовало И если взять во внимание Что из них там Половина это бюджетники То практически 50 тысяч Там 40 тысяч Жителей города Кирова Определили вообще Жизнь полумиллионного города Ну это же не так оно и есть Еще такой вопрос Все-таки 5 мандатов 5 мандатов В городской думе У вашей партии По-вашему это нормально Плохо Хорошо При сегодняшней ситуации Нам бы конечно Хотелось иметь другой результат Но при такой явке При такой ситуации И мы там точно понимали На этой выборной кампании Что фактически все Ополчились против нас Из-за того что мы в том году Удачно выступили То конечно мы Мы как бы считаем Что мы наверное что-то не доделали И тот результат на самом деле Оставляет желать лучшего Если сравнивать с тем годом Если мы посмотрим эту выборную кампанию По стране То наше региональное отделение Снова самое лучшее в стране Мы в два с половиной раза Превысили средний рейтинг партии На федеральных выборах Дмитрий Михайлович Спасибо большое К сожалению времени Больше вот нет пообщаться Если мы будем тему Еще поднимать Еще более глубоко Обсудим Спасибо большое Дмитрий Русский Депутат Законсобрания Кировской области Руководители фракции Справедливая Россия За правду Первая половина программы У нас завершается Про выборы продолжим говорить Ровно через 20 минут С 13.05 Субтитры создавал DimaTorzok